А уже через месяц жители области начнут получать коммунальные счета с новой строчкой за капитальный ремонт жилья. Это удовольствие обойдется нам в 6,50 за квадратный метр в месяц. Вот только когда будут делать ремонт, это для многих владимирцев по-прежнему остается загадкой. Платить сейчас, а ремонт будет лет через 30. Именно с таким фактом столкнулись некоторые жители областного центра, увидев программу капитального ремонта жилья. Их далеко не новые дома почему-то оказались в хвосте от списка. Как результат, жалобы посыпались чиновникам и депутатам, как из рога изобилия. У людей очень много возникает вопросов, почему мой дом в 50-е годы постройки на 43-й год перенесся, а дом, который появился буквально 15-20 лет назад, он уже будет ремонтироваться в следующем году. А дело в том, что большинство домов имеют старые техпаспорта. Из-за этого региональный оператор и перенес их в ремонт на поздние сроки. Инвентаризацией жилья сейчас занимается БТИ. Чтобы за короткое время обследовать жилой фонд и обновить документы, у специалистов не хватит сил. Поэтому звучат предложения допустить к работе студентов. Так будет намного дешевле. Вот только смогут ли они обнаружить все дефекты? Видимо, жителям домов придется самим проявлять активность и раскошелиться. Собственники дома должны сами составлять паспорты своего дома. За них это делать никто не будет. Это по их желанию. То есть это не входит там, скажем, в коммунальные платежи, которые они платят, за техническое обслуживание, которое они платят. Это честная инициатива дома. Вот и получается, чтобы войти в программу капремонта, необходимо опять заплатить. И гарантии, что с новым паспортом дом будет отремонтирован хотя бы в ближайшие десятилетия, никто не дает. Похожие сами власти на местах до конца не понимают, как им работать. Поскольку закон о капремонте принят на федеральном уровне и разъяснений к нему очень мало. Продолжение следует...